Насколько сегодня социальные сети, на ваш взгляд, могут заменить реальность? Потому что если посмотреть на любой отдельно взятый Инстаграм, это такое зафиксированное существование человека. И в то же время, как на мой взгляд, порой бывает, нет ничего более лживого, чем любой отдельно взятый Инстаграм. Ну, у вас, вот, у меня есть мама. Мама считает, что я когда брату пишу в чате, типа, как дела, я очень плохо поступаю, потому что по-настоящему надо, конечно, брату позвонить. Что-то позвонить, поговорить, это прям вот по-человечески. А вот в чате это не настоящее. Если вот у мамы, мама умерла давно, но я думаю, если бы она была жива, она бы тоже сказала, что вот по телефону звонить, это вот не по-настоящему. По-настоящему надо вот встретиться. Как бы встретился, это жизнь. А вот по телефону, что там, провод, голос и так далее. Поэтому, когда мы говорим заменить реальность, нужно понимать, что это для разных поколений разные утверждения, и объективно этого нет. Теперь, что касается Инстаграма и лживости. Ну, человек, во-первых, так устроен, что он какие-то вещи выставляет на показ, а какие-то нет. И в данном случае, когда мы говорим лживость, ну, прям вот откровенной лжи во всём этом нет. Есть история про умалчивание правды какой-то. Ну, она, конечно, происходит. Никто не фотографирует себя с мешками под глазами, потому что фотография, в первую очередь, не нравится тебе. То есть, когда твой внутренний цензор пропускает фотографию, она попадает в Инстаграм, и, разумеется, результатом этого становится некий образ, который отражает то, как человек, скорее, хотел бы себя видеть. Насколько это лживо? Я не знаю. Ну, типа, ну, пусть так. Ну, если человек себя так хочет видеть, пусть видит. Я не вижу в этом проблем. Здесь же как раз ещё включается другой, как мне кажется, такой принцип. Потому что люди, например, это видно по звёздам и их Инстаграм. Если, допустим, звезда, ну, если речь идёт о девушке, она пополнела или как-то без макияжа, то, соответственно, включается уже армия хейтеров, которые сразу указывают ей на то, что она несовершенна. То есть, это поиск совершенства, получается, вот какой-то мы тоже здесь наблюдаем. Вот давайте разделять, типа, топ-1% инстаграмеров, то есть, условно, люди с огромным количеством фолловеров или обычные люди. Вот этому эффекту внутренней цензуры, попыткам создать вот такой образ, ему, конечно, подвержены все, это не имеет значения. Когда мы говорим про хейтеров, ну, да. Дело в том, что ненависть, опять же, вот про калейдонских воронов, они же друг друга заражали плохим настроением. Ненависть, её очень легко раздувать, она, ну, гораздо более, гораздо более легко возбудимое чувство. То есть, человек легко заставить ненавидеть, а вот, например, заставить его любить, ну, сложно. Я не встречал случаев, когда, например, с помощью пропаганды людей заставили, убедили, что нужно сеять доброе, разумное, вечное. Да, Советский Союз пытался это сделать, и, как мы видим, результат. Вот. А ненависть, она легко возбудима, в человеке, и это видно по всем процессам, которые мы наблюдаем. И, разумеется, да, её легко, эту ненависть выплёскивать в виртуальное пространство, потому что, ну, там, по многим причинам. Потому что, во-первых, письменная речь, она гораздо более, она жёстче устной, потому что, когда говоришь, ты думаешь и говоришь, и ты даже, ну, такую злобную-то фразу не сразу придумаешь, а ты её вот в голове прокручиваешь, прям затачиваешь, чтобы она прям была вот прям суперзлая, и потом ты её пишешь. Так что это особенности коммуникации и вот какая-то такая вещь.